Жители Тельвиски и центральной части города на время останутся без газа. В связи с проведением сварочных работ на газопроводе, 19 октября будет прекращена подача голубого топлива с 9 часов утра до 12 часов жителям Тельвиски и с 14 до 17 часов центральной части Наринмара. Далее к другим темам. 24 октября завершится регистрация участников Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Электронные формы на сайте лидерыроссии.рф заполнили более 74 тысяч участников. Первый сезон конкурса стартовал в октябре 2017 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Трое участников из нашего региона стали полуфиналистами проекта. Это Жанна Самоходкина, Сергей Канев и Игорь Ружников. В 2017 году участниками первого конкурса «Лидеры России» стали 200 тысяч человек. От Ненецкого округа заявки подали 138 жителей. Трое из них стали полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев. Для Жанны Самоходкиной, председателя комитета информационной политики и взаимодействия со СМИ, аппарата администрации, участие в проекте стало своеобразной ступенькой в карьерной лестнице. На всех этапах абсолютно твой главный конкурент – это время. Ты на время выполняешь все задания, проходишь на время тестирования. И даже когда мы участвовали уже в очном этапе, выполняли различные задания непосредственно на полуфинале в Петербурге, решали различные кейсы, все очень жестко регламентировано по времени. Но организаторы это объясняют в том числе и тем, что так все в равных условиях. То есть ни у кого нет возможности там где-то загуглить, привлечь помощь каких-то коллег и друзей. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на одноименном сайте «Лидеры России.РФ». После чего приступить к выполнению испытаний. По мнению еще одного полуфиналиста прошлого конкурса из нашего региона Игоря Ружникова, коммерческого директора предприятия «Мясопродукты», принять участие в конкурсе молодых управленцев стоит даже не ради победы, а для опыта. В первую очередь это, конечно, отличная возможность испытать себя, свои возможности, компетенции, потому что там проводится комплексная оценка всех компетенций руководителей. И второе, наверное, это те, кто дойдет до полуфинала, есть отличная возможность просто познакомиться с лучшими управленцами со всей страны. Жители Нинецкого округа подают заявки на конкурс управленцев «Лидеры России охотно». Сегодня в рейтинге активности Северо-Западный федеральный округ занимает третье место после Центрального и Приворского федеральных округов. В рамках Северо-Запада Нинецкий округ по активности занимает 8 из 11 позиций. Напомню, что прием заявок для участия в проекте завершится 24 октября, после чего участники приступят к испытаниям.